Всем привет! Вы ждали, и вот оно, продолжение той рубрики без названия, где я рисую материалами, которыми не умею рисовать, которыми не люблю рисовать, ненавижу рисовать и никогда не рисую, но они у меня почему-то есть. Первый выпуск был про цветные карандаши, я думаю, многие видели, это видео набрало хорошо просмотров, если не видели, то ссылка будет в подсказке, естественно. Ну а сегодняшний выпуск у нас про сухую пастель. Сухую пастелью я никогда серьезно не рисовала, но у меня есть две вот такие коробочки, которые я покупала исключительно для работы на куклах. Я увлекалась оаком, кастомом кукол, и для того, чтобы делать им красивый блажь, макияж, ну кто знает, тот поймет, там очень нужна сухая пастель, причем очень пигментированная. Обе эти коробочки мне пригождались, так или иначе, я делала какие-то работы в университет и опять же теми же куклами занималась, поэтому так или иначе я ими пользовалась, но не активно. То есть вы видите, что мелки практически не поюзаны. И сегодня мы с вами попробуем порисовать. Еще у меня есть пачка бумаги, которая тоже покупалась, естественно, не для пастели, а для акрила и набросков красивых. Но раз уж у меня есть пастельная бумага, то, наверное, стоит на ней и поработать. Я взяла коричневую бумагу, и цвет ее вдохновил меня порисовать Гермиону Грейнджер. Я знаю, я вообще не в тренде и рисую непопулярных на данный момент персонажей, но тем не менее. В общем-то, под спидпейнт я немножко хочу уже после работы, записывая звук сейчас, рассказать какие-то свои эмоции от пастели, а эмоций правда много. Во-первых, если вы рисуете только одним материалом, то я вам очень советую иногда переключаться. Это действительно, во-первых, заставляет ваш мозг работать, то есть вам срочно нужно принимать какие-то решения. Я специально не смотрела никаких обучалок перед тем, как сесть рисовать. То есть я просто взяла пастель и стала делать примерно как я ощущаю, примерно как я чувствую. Набрала ватных дисков, ватных палочек, салфеток, чтобы растушевывать, но в итоге частично тушевала пальцы. Даже если вам не понравится, этот опыт заставит вас ценить ваш привычный материал. Очень хочется взять свою любимую акварель и сделать все так, как ты привык, но нет. В общем, что хочу сказать про пастель. Самое первое впечатление, это, конечно, растушевка. То есть вот азиатская пастель у меня почему-то тушуется хуже, чем российская. Здесь российская даже получше будет. Хотя я не художник-пастелист. Я не знаю, как правильно, должна ли пастель растушевываться в мутное облако, или все-таки должны оставаться очертания нанесенного пятна. Я не знаю. Вот у японской очертания пятна остаются даже при растушевке, а российская растушевывается полностью в облачко. Я, конечно, очень путалась, какой цвет мне сейчас взять, что мне сделать. То есть, естественно, я работала по референсу. Я гораздо упростила себе задачу, работала по референсу. И что хочу сказать, пастель это очень подвижный материал. То есть, чуть-чуть ты ее свез, и все, она уже куда-то уходит. И мне поэтому было очень сложно следовать форме. То есть, накладывать цвет по форме. Во-первых, я сделала эскиз белым пастельным карандашом. Это единственный пастельный карандаш, который у меня был. Остальное все в мелках. И у меня уже набросок начал куда-то уходить. А делать набросок чем-то другим мне было страшно, потому что вдруг бы пастель просто не легла поверх графитового карандаша или какой-нибудь там сепи и сангины. Поэтому все делала пастелью. И эскиз, естественно, начал куда-то уходить. Особенно, когда ты уже плотные пятна начинаешь наносить, и эскиз пропадает, и форма может поплыть. Очень нужно быть здесь внимательным, конечно, работая с пастелью. Плюсом действительно пастелью является то, что очень большие пятна можно быстро наносить. Это то, чего мне ужасно не хватало в цветных карандашах. В прошлом видео, что можно залить участок сразу. Я привыкла работать акрилом или акварелью. Там я могу большие участки сразу заливать. Карандашами это не получалось. Пастелью получается. Пастель в этом плане очень хороша. Но как раз таки здесь была и моя проблема, потому что, как я уже сказала, у меня только мелки. У меня нет пастельных карандашей. Большие пятна я могла делать, а вот детали прорабатывать мне было ужасно сложно. Эти мелки такие неуклюжие, и я же не знаю, как их затачивать. Мне кажется, мелки не затачивают, да? Карандашей пастельных у меня нет, кроме белого. И потом я всё-таки взяла себе на помощь сепию карандашек. Уголь уж не стала брать. Уголь бы чёрный смотрелся слишком инородно, наверное. В итоге приходилось всё делать мелками, а когда я доходила до глаз, носа, очень было неудобно. И, наверное, эта проблема решается с покупкой пастельных карандашей, если вдруг кто-то решает работать пастелью серьёзно. По палитре что могу сказать? В принципе, мне моей палитры из двух наборов хватило на этот рисунок. Я не нуждалась прям в каких-то цветах. Мне хватило достаточно разных оттенков для кожи. Там и серые, и зеленоватые, и румянец. Хотя вот в российском наборе подбор оттенков странный, потому что там нет яркого красного цвета, например. Зато очень много похожих зелёных. Ну, я не знаю, как формируются палитры для пастели, поэтому тут ничего не могу сказать. Хотя вот одним из этих наборов я бы, наверное, не справилась. То есть какие-то цвета я цепляла из маленького, какие-то из большого. И именно в комбинации у меня получилась хорошая палитра. Но не факт, что вот одним набором я бы действительно обошлась. Мне было бы гораздо сложнее, это уж точно. Ещё, кстати, поняла, почему все пастелисты хранят свою пастель в одной большой коробке смешанно. Потому что, когда работаешь, мне вообще было не до того, чтобы укладывать мелки обратно по местам в их ванночки, в их углубления. Они у меня все лежали просто кто где. И в итоге после работы мне ещё пришлось их укладывать по местам. Короче, да, я думаю, те, кто работают пастелью, они действительно хранят все мелки просто кучей. Ну и, конечно, самый, наверное, большой минус пастели для меня это грязь. Грязь просто везде. Это пыль. Особенно я снимаю на белом фоне обычно видео. И у меня эту пыль было очень видно. То есть прямо вот крошечки. Я видела все крошечки. И мне было так плохо от этого. Я, возможно, испортила вообще свой фон, на котором обычно снимаю. Не знаю, надо будет его как-то оттирать. Да, я пользовалась салфетками, я пользовалась ватными палочками. Ещё эти ватные палочки откладываешь, с них осыпается лишняя пастель. Плюс лишняя пастель какая-то не ложится на лист. Её нужно периодически то ли сдувать, то ли стряхивать. Вот эта вот пыль меня прямо... Меня прямо покорёжила эта пыль, честно скажу. Мне этот момент очень уж не нравится в работе пастелью. И не нравился, когда я студенческие работы делала. И сейчас я снова вспомнила это. И такая просто а. Ещё минус, который мне в пастеле не понравился, это то, что её можно свести. То есть её обязательно нужно покрывать лаком. Я, кстати, покрыла лаком, и у меня работа немножко показалась мне, что потеряла в цвете. У меня лак санет. Не знаю, может быть, он плохой. Но дело в том, что когда я ещё рисовала, и когда я уже наметила всего персонажа, то есть залила основные плоскости и стала прорабатывать какие-то вещи, то есть рисовать волосинки, прорабатывать глаза, прорабатывать губы, я очень боялась свести что-то рукой. То есть я целилась в центр рисунка, свозя что-то сбоку. Поэтому рукой приходилось как-то маневрировать. Не знаю, как с этим справляются художники, которые рисуют пастелью постоянно. Возможно, пастель – это действительно та техника, где целесообразно рисовать от куска. То есть вот прям брать, целиком прорабатывать глаз, и так увеличивать, увеличивать и увеличивать зону покрытия. Но я работала, как я привыкла, от общего к частному, поэтому тут я столкнулась, конечно, с такой проблемой, что действительно было очень страшно что-то свести. Вот, в общем-то, и всё я рассказала. Наверное, минусов в моём рассказе получилось больше. Это и невозможность сохранить набросок, это и сложность удерживания формы на рисунке, и то, что пастель можно свести, и то, что очень грязно и пыльно вокруг. Но, как ни странно, мне этот опыт понравился, потому что, как я уже сказала, я снова захотела взять акварель в руки. Ну и вообще, конечно, пастель — это хороший материал. Он, в принципе, и можно научиться рисовать. Он, наверное, даже не такой уж и сложный, как те же цветные карандаши. Цветные карандаши меня взбесили гораздо больше, честно вам скажу. С пастелью, в принципе, сначала я вскипела, действительно. Потом, где-то уже больше, чем на середине работы, я сделала перерыв, вернулась к рисунку, и как-то спокойно его доделала. То есть, с карандашами у меня ужасно полили руки, мне все не нравилось, мне было неудобно и непривычно. Здесь мне было чуть более привычно, и в целом мне понравилось. Но работать пастелью я больше не собираюсь в ближайшее время. Пишите обязательно в комментариях, рисуете ли вы пастелью, как вам мой рисунок. Обязательно делитесь впечатлениями о видео. Не забывайте меня поддерживать, для меня это действительно очень важно. Если вы хотите меня поддержать, то подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Поставьте лайк и напишите свой комментарий. Спасибо огромное за просмотр, и до скорых встреч!